О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Голоса по осени считают. Парламент планирует рассмотреть главную смету страны на 2018 и какой будет поддержка. ДТП в Днепре. Что известно о полицейском, сбившем студента на пешеходном переходе и что говорит следствие? Вирусы на свободе. Как американские спецслужбы проворонили свое новейшее кибероружие и чем это грозит всему миру? Доллар за 30, инфляция 7% и большая расходная часть. В государственной смете правительства уже завтра начнут разбираться нардепы. Бюджетный процесс на низком старте, но некоторые цифры очень смущают парламентариев. Пока они постигали кабминовскую арифметику, мы считали голоса депутатов, готовых поддержать документ. Так есть ли поддержка в зале в следующем материале? Эту неделю нардепы обещают посвятить цифрам. Завтра наметили приступить к бюджету 2018. Хотел бы наголосить, что это первое читание, но для того, чтобы сохранить бюджетную дисциплину, нам необходимо было уже его рассмотреть. В смете доходов на 7,5% меньше, чем расходов. Минимальная зарплата 3,7 тысяч гривен, прожиточный минимум 1700. Предугадать, сколько съест инфляция сложно, хотя ее уровень довольно оптимистичный – 7%. Вероятный курс гривни – 31 за доллар. В большинстве фракций не перестают критиковать предложенную смету, говоря о том, что на поддержку депутатов Кабмин может не рассчитывать. Мы не будем освящивать своими голосами повный разворот децентрализации в другий бік. Например, на 7 миллиардов меньше выделяется на оплату польг окремых категорий по Коммуналции. И перекладывается это все на места, как и перекладывается финансирование высших освещенных закладов. Единственное, на чем мы хотим зайти, как делить бюджетный пирог. Только делить уже ничего. Посмотрите абсолютные цифры. Посмотрите это в отношении к твердой валюте. Что случилось с украинским ВВП? Нам говорят 2% увеличения? Неправда. Третья падения. Бюджет наполняется с двух джерел – с кишень людей. А эти два джерела есть – маленький и средний бизнес, поднятение акцизов. Другая вещь, из чего берется центральный бюджет – это местное самовредование. Звитом собираются десятки миллиардов и перекидается в центральный бюджет. Для чего? МВС плюс один миллиард. Прокуратура плюс один миллиард. Это бюджет полицейского государства с бедным населением. И когда в разы сближается финансование силовых структур и центральных органов виконавчальной влады, кабинета министра, администрации президента, тоже Верховной Рады, прокуратура, службы безопасности, полиции, прикордонников, и в тот же час практически с вырахованием реального уровня инфляции уменьшаются социальные выплаты, то это шлях никуда. Наша фракция никогда не поддерживает такой вариант бюджета. Мы не дали свой вариант. Пока поддержать бюджет 2018 обещают Народный фронт и блок Петра Порошенко. Но только их голосов не хватит. Так что у правительства есть время до завтра, чтобы еще раз склонить нардепов на свою сторону. Наша фракция будет поддерживать эти изменения к бюджету. Единственное прохание, которое мы сегодня озвучили и в Погоджеволе Рады, это четко сберегать эксперимент по ремонту дорог, который был започатован президентом Украины. Наразі в цьому проекте бюджету на 2018 рік его, на жаль, немає. Я вважаю, что уряд буде вести консультацию с іншими фракциями, мы выйдем на позитивное решение. Итоги переговоров с фракциями, если они состоятся, будут ясны уже завтра. В четверг, возможно, появится закон о реинтеграции Донбасса. Все зависит от комитета, который все справками разбирается. Ну а кроме этого, в Раде планируют рассмотреть вопросы аграрной политики и транспортной сферы. И даже закон о флаге и трезубе. Документ о государственных символах призван упорядочить их использование и защиту. А некоторых нардепов коллеги призывают уже сейчас проявить элементарное уважение к стягу. К слову, в палаточном городке возле Рады сейчас больше палаток, чем протестующих. Но, похоже, покинуть улицу Грушевского там не спешат. Екатерина Лысенко, Геннадий Анькиенко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. И еще о палаточном городке. Люди, задержанные вчера со взрывчаткой, ранее находились среди его обитателей. Об этом сообщил нардеп Егор Соболев. По его словам, коменданты лагеря выгнали их за систематическое нарушение дисциплины. А уже через сутки полиция задержала двух мужчин на парковке торгового центра. У них в машине нашли 6 килограммов пластида и 10 электродетонаторов. С их слов, малознайомый человек в Закарпатте попросил перевезти до места Киева мешок с какими-то запчастинами. А там передать особи, яка зателефонует им. За все это он им пообещал надать приблизительно 25 тысяч гривен. Сказал, что они перевозят запчастины. Задержанным уже объявили о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Об этом подробностям сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. А в самой Раде сегодня не только считали, сколько страна денег потратит, но и прикидывали, сколько получит. В Киев прибыл президент Всемирного банка. В Украине он пробудет два дня. Джим Йонг Ким намерен встретиться с главой государства и премьером, пока же пообщался со спикером и представителями фракций. Обсудили реформы, проведенные и предстоящие, затронули и вопрос создания антикоррупционного суда. Напомню, Всемирный банк – один из крупнейших кредиторов Украины за 25 лет сотрудничества. Организация инвестировала в украинские проекты около 11 миллиардов долларов. Активная участь в группе Светового банка в решении вопроса, связанных с организацией восстановления населенных пунктов, схода Украины, которые были в оккупации в России, а также помощь в решении проблем, связанных с организацией життезабеспечения внутренней территории России. Мы понимаем, насколько важны реформы, которые сейчас происходят в Украине. Много уже сделано, это правда, но еще больше предстоит сделать. Когда мы достигли лимита возможного кредитования Украины, то обменялись отдельными обязательствами с Европейским инвестиционным банком и таким образом смогли дать больше денег вашей стране. Сейчас мы ищем дополнительные ресурсы, чтобы направить их в Украину. На встрече представители депутатских фракций рассказали о своем видении ситуации в Украине. Нардепы-оппозиционеры предложили усилить контроль за тем, как используются деньги от международных финансовых организаций. Наряду с, ну скажем, с критической оценкой результатов деятельности правительства и власти по так называемой реформе в Украине, мы предложили создать орган, который будет контролировать, специальный орган, который будет контролировать целевое использование международной финансовой помощи и международных кредитов в силу активного их нецелевого использования украинской власти. Эта мысль, как мне кажется, нашла понимание у руководства Мирового банка. Образовательная реформа может стать помехой на пути Украины в Европу. Венгрия намерена блокировать евроинтеграцию Киева, даже если Венецианская комиссия одобрит украинский закон об образовании. Такие выводы можно сделать, исходя из речи венгерского премьера Виктора Орбана. Он впервые за два месяца прокомментировал новшества украинского образования. Елена Абрамович продолжит. Блокируют заседание комиссии Украина-НАТО и грозят пересмотром соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Представители Венгрии в Брюсселе как могут тормозят евроинтеграцию Украины. Все из-за закона об образовании, в соответствии с которым школы нацменьшинств в Украине постепенно переведут на украинский язык обучения. Будапешт считает документ дискриминационным. Киев отправил его на анализ независимому органу Венецианской комиссии. Угорщина, очевидно, мала бы взяти до уваги висновки Венецийской комиссии. Угорщина є частью Ради Европы, Угорщина є членом Европейского Союза, членом НАТО и так далее. Поэтому, на выяснение одного из органов Ради Европы, я уверена, что она должна иметь серьезную вагу для Угорщины. Но венгерский премьер Виктор Орбан заявил, беседа о международных стандартах защиты прав нацменьшинств – это бесполезная и философски неоднозначная дискуссия. Он будет апеллировать к другим пунктам западных законов. Европейский Союз твердо придерживается заявления о том, что уровень прав меньшинств, которые уже достигнут, нельзя снижать ни по какой причине. Неоспоримым фактом является то, что новый закон Украины об образовании предусматривает снижение такого уровня по сравнению с предыдущей ситуацией. Раздражает Венгрию и другие законодательные инициативы Украины о гражданстве, о языках и о возвращении церковного имущества, перечислил Орбан. И заверил, новая волна непонимания между странами в случае принятия таких законов неизбежна. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Будапешт требует объяснения от Киева по поводу действий националистов. Участники марша по случаю годовщины создания Карпатской Сечи накануне удочкой сняли венгерский флаг создания городского совета Берегова. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта назвал это недопустимым и потребовал от Киева немедленно отреагировать и наказать виновных. Венгерский флаг висел над городским советом рядом с флагами Украины и Евросоюза с 2006 года по решению местных депутатов. Польша засекретила список украинцев, которых не пустит в страну. Он якобы короткий и касается только тех граждан, которые пропагандируют антигуманные и антиевропейские ценности, заявил министр иностранных дел Витольд Ващиковский. Кто именно попал в черный список, таможенники будут сообщать уже на границе. Напомню, еще в начале ноября Ващиковский предупреждал, что Польша запустит процедуру запрета на въезд ряда украинцев. А на прошлой неделе польские медиа разведали, что один из фигурантов списка председатель Института национальной памяти Владимир Ветрович. Начальника нацполиции Днепра Олега Кабаненко отстранили от должности из-за ДТП. В областной прокуратуре подтвердили, именно он был за рулем автомобиля, который сбил 20-летнего парня на пешеходном переходе три дня назад. Что удалось выяснить, следователям расскажет Елена Миндалюк. Как все произошло, пострадавший студент таможенной академии рассказывать журналистам не хочет. Удалось поговорить только с его матерью. Не хочет или стесняется. Не на камеру женщина признается. Сын помнит об аварии только то, что дорогу переходил по пешеходному переходу. Потом столкновение. Сейчас парня перевели из реанимации в термотологическое отделение. Врачи настроены оптимистично, кости срастутся, ходить будет самостоятельно. На скелетном вытяжении находится. То есть это метод лечения, который, в общем-то, чтобы вы поняли, стабилизирует перелом. И, в общем-то, есть возможность даже, что эти отломки встанут на свое место. Простым языком. Данная травма не представляет опасности для его жизни. Версию водителя, совершившего наезд начальника нацполиции Днепра Олега Кабаненко, пересказывает в областной прокуратуре. Мол, около 10 вечера Кабаненко возвращался со службы в районе улицы Богдана Хмельницкого. Проехал на зеленый сигнал светофора. Вдруг на капоте оказался парень. Кабаненко утверждает, скорость не превышал, ехал 50 км в час, но парня на переходе не заметил. Кабаненко побояснил, что он не видит этого пешехода. Ты ведь Зинацька выскочил, или как? Ну, из тех свидетельств, которые мы получили от пешехода, он находился на тротуаре. После этого он какой-то час отвлекся на телефон. И после того, как он встал на проезжую часы, ему потерял свидетельство. На время расследования начальника нацполиции Олега Кабаненко от служебных обязанностей отстранили. Аварию областная прокуратура расследует по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Она предусматривает штраф 8,5 тысяч гривен или лишение свободы на полгода. Елена Медрюк, Евгений Тернецов. Подробности. Телеканал Интерднепр. Аварию, в которой погибли пять политологов, могли подстроить. Следствие нашло доказательство умышленного убийства. Об этом сказанное в решении Печерского райсуда столицы, его опубликовали в Едином реестре судебных решений. Правоохранители установили, что водитель грузовика мог специально столкнуться с авто, в котором ехали политологи. Кроме него, причастным к этому преступлению может быть еще один человек. Доказательства этого следователи еще пытаются собрать. Впрочем, в прокуратуре столицы сообщают, умышленное убийство только одна из версий. Авария, напомню, произошла утром 6 сентября в Ривненской области. Легковая машина якобы выехала на встречную полосу и не разминулась с грузовиком. Рейдерство, взятки и демонстративные задержания. Это далеко не весь послужной список замначальника главного следственного управления нацполиции Дмитрия Абута. Журналисты, блогеры и общественность бурно обсуждают причастность полицейского, к погрому интернет-издания «Цензор.нет» во время событий на Майдане. Подробнее в нашем материале. 9 декабря 2013 года в офис редакции интернет-издания «Цензор.нет» ворвались вооруженные бойцы неизвестного спецподразделения МВД. Людей выстроили вдоль стены, запретили подходить к компьютерам и пользоваться мобильными телефонами. Прикрываясь фейковым решением суда, силовики изъяли всю технику из офиса, таким образом приостановив работу издания. Так описал декабрьские события главный редактор сайта Юрий Бутусов. Как выяснили журналисты, руководил этой операцией одиозный полицейский Дмитрий Бут, который ранее неоднократно фигурировал в историях о рейдерских нападениях. Медиа пишут, это было сделано, чтобы запугать журналистское сообщество на фоне нарастающих акций протестов в Киеве. Кроме того, после событий на Майдане Бут не только остался безнаказанным, но и получил повышение в органах МВД. Эту информацию теперь предстоит проверить в Генпрокуратуре. Во время кривых событий на Майдане именно этот высокопосадовец, сегодняшний заступник начальника Следующего управления национальной полиции, занимался, по сути, политическим рейдерством и переследовал журналистов и телевидения, в частности, «Цензор.нет». Кроме Генпрокуратуры Дмитрием Бутом уже вплотную занимаются антикоррупционные органы. На ПК проводят полномасштабную проверку деклараций чиновника. Напомню, при годовой зарплате в 200 тысяч гривен, занимая лишь государственные должности, он сумел накопить приличное состояние. За последние три года приобрел две квартиры и три парка места в модном столичном жилкомплексе. Семья Бута также владеет шикарным домом площадью в 360 квадратных метров в поселке Гореничи и гостиничным комплексом на Бердянской косе. Ездит Бут с супругой на внедорожниках Volkswagen Touareg, а его дети учатся в элитных школах столицы. Журналисты неоднократно освещали роскошную жизнь простого полицейского. Загадкой остается только происхождение денег. Но ответы уже скоро должны дать антикоррупционеры. Директор НАБУ Артем Сытник явился на ковер в НПК. Нацагентство обвиняет его в административном нарушении. Утверждают, Сытник намеренно не выполнил их требования, отказался предоставить запрошенную документацию. О каких именно материалах идет речь, пока не сообщают. Известно только, что связано это с превышением полномочий. Представитель НАПК отметил, директор НАБУ в официальной переписке трижды отказывал им в доступе к документам. И должен был явиться в агентство еще неделю назад. Теперь же за нарушение сроков обязан заплатить штраф. Переписка происходила около трех разов. И только 3 апреля, почти полтора месяца, за подписом директора НАБУ, соответствующие документы, которые мы спросили, и информацию, были наданы на наш запад. За это закон предоставляет ответственность и предоставляет строки, соответственно, до которых государственные органы и другие органы владельцы должны выполнять такие требования. То есть это 10 дней с дня отходления соответствующего западу. Двое украинских бойцов ранены в зоне АТО. С начала суток боевики открывали огонь уже 14 раз. На Мариупольском и Луганском направлениях били из минометов запрещенного калибра. Неспокойно и под Донецком. Там обстреляли районы Марьинки, Песок и Авдеевки. На позициях побывал Геннадий Вивденко. Сейчас 2 часа дня. Среди белого дня противник ведет огонь. По нашим позициям наши пока не отвечают. Держится. Окупанты бьют преимущественно и стрелкового оружия, и гранатометов. Пытаются ближе подойти к позициям. Ну как бы в притул расстрелять хотят. Это вогами стреляют. Ну днем оно в основном тихо. Бывает, конечно. Время от времени в районе промзоны Авдеевки пророссийские боевики устраивают пехотные вылазки. Украинские десантники мгновенно накрывают диверсантов огнем. А затем по радиоперехватам считают потери оккупантов. Наблюдаем, да, отсюда. Давайте, наверное, пойдем отсюда. Все таки работают. Так вот, на ПКМ работает по нам. По одной из наших позиций находится обстрел. Наши солдаты уже привыкли к подобным провокациям. Наемники открывают огонь из гранатометов, а затем выходят в открытый канал по радиостанциям и обвиняют украинскую сторону в ведении боевых действий. Мол, наблюдатели ОБСЕ фиксируйте. И такая картина по всей линии фронта. Полного дотримания режима припинания огня вдоволь линии розмеживания сторон нет. Есть факты порушения и минских договоров, в частности, использование минометов калибра 120 мм и 82 мм. Мы это связываем с пробой боевиков, возможно, залякать местное население, а также с грубым порушением минских договоров и не желанием дотриматься их. К противнику тут считанные десятки метров. Десантник Игорь, несмотря на постоянный вражеский огонь, готовит по братимам обед. Дрова мы имеем, проблем нет. Если заходили, вы видели, что дрова у нас хватает. У нас штатных куховарей нет. Те, кто умеет лучше, то и готовят. Этот бой зафиксирован штабом АТО как один случай нарушения режима тишины. Таких по всей линии соприкосновения за минувшие сутки уже более трех десятков. Сами слышали, что противник открыл огонь с крупнокалиберного кулемета, с автоматов, кулеметов. Даже было слышно СПГ, РПГ. Сейчас мы немного пересидем, может, вгамуется, а будем пытаться выйти отсюда. Войти на украинские позиции в районе промзоны тяжело. Выйти отсюда невредимым иногда еще труднее. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. О ситуации на Донбассе, миротворцах ООН и украинских заложниках говорили сегодня в Белграде. Там состоялась встреча спецпредставителя Госдепа США по делам Украины Курта Уолкера и помощника российского президента Владислава Суркова. Некоторые детали переговоров на своей странице в Фейсбуке раскрыла представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Герасченко. По ее словам, американский чиновник должен передать письма семье украинских заложников с требованием немедленно их освободить. Об этом просит Киев. Также Герасченко отметила, что Украина делает все возможное для освобождения своих пленных. Россия не повлияла на выборы в США. С таким заявлением выступил министр финансов Соединенных Штатов. В интервью телеканалу CBS он заявил, что общественности пора бы закрыть эту тему и перейти к более важным вопросам, как, например, налоговая реформа и внешняя политика. При этом министр подчеркнул, что применение санкций США в отношении России он считает правильным решением. Сенсация от Нью-Йорк Таймс у агентства национальной безопасности США похищено кибероружие, сообщила газета. Ущерб не сравнить даже с откровениями Сноудена. Потери гораздо значительнее. Дмитрий Анопченко продолжит. Этот номер Нью-Йорк Таймс с утра практически не найти в продаже. Газетные будки пустые, выпуски расхватали по дороге на работу. Ведь газета сообщает подробности, которые страна теперь не один день обсуждать будет. Источники ВНБ подтвердили репортерам. Спецслужба, которая считается мировым лидером по взлому компьютерных сетей противника, не смогла защитить собственные секреты. Более того, до сих пор не способна установить, каким образом произошла утечка. И замешан ли в ней кто-то из сотрудников. Газета называет происходящее землетрясением, которое потрясло НБ до основания. Пишет Сноуден с его разоблачениями. Просто ребенок по сравнению с хакерами. Ведь он только выложил название программ для слежки, но стал при этом врагом номер один для Америки. А киберпреступники похитили эти самые программы. И более того, выложили их код в интернете. Открыто, бери и пользуйся. По данным издания, все вирусы-вымогатели последнего времени. Это только модификация похищенного ОНБ кибероружия, которое штаты использовали для борьбы с терроризмом и проникновения в сети по всему миру. Но теперь потеряли. В спецслужбе идут массовые проверки. Всех без исключения сотрудников заставили пройти детектор лжи. При малейших сомнениях людей отстраняют от работы. Сотрудники и сами массово увольняются. Газета взяла интервью у бывшего эксперта киберподразделения ОНБ. Человека-личность, которого была строго засекречена. Но ему пришлось уйти в отставку после того, как хакеры опубликовали его имя. Говорит, это многоуровневая катастрофа. И не только для Америки. Сейчас уже понятно, чем все это угрожает и нам с вами. В любую минуту можно ждать новых атак вирусов-вымогателей или паралича компьютерных сетей, как было совсем недавно. Стоит быть максимально осторожными в интернете, и уже сегодня хорошо бы сделать копию важных данных со своего компьютера. Ведь даже когда преступники захватывают обычное оружие, ущерб всегда непредсказуем. Сейчас же в их руках кибероружие, над разработкой которого в Америке не одно десятилетие трудились. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Это подробности и далее в нашей программе. Колеса в ямах в Черновицкой области. Жители села оказались отрезанными от райцентра. Почему по дороге никто не едет? И когда появится асфальт? Дорогое расставание. Во сколько Брюссель оценил выход Лондона из ЕС? И когда ждать окончательного развода? Новый поворот в деле о контрабандных схемах Сергея Курченко. В Одессе по решению суда в пользу государства конфискованы нефтепродукты на 800 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Речь идет в общей сложности о 100 тысячах тонн топлива. Весь этот объем, сообщают в областной прокуратуре, поступил в Украину без уплаты таможенных пошлин. Беглова олигарха Курченко обвиняют в создании преступной схемы, в центре которой был одесский НПЗ. Через него прогоняли серое топливо. Часть конфискованных нефтепродуктов уже продана, часть хранится на нефтебазах. Долги по зарплатам и полное отсутствие денег на ремонт. В таких условиях работают сотрудники предприятия Кировоград Тепло. Оно отапливает треть домов в Крапивницком. И хотя жители платят за услуги исправно, купить газ компания не может. Где деньги, выясняли наши корреспонденты. Кировоград Тепло отдали в аренду более 10 лет назад. Сначала дела шли неплохо, но последние три года компания испытывает финансовые сложности. В результате задолженность по зарплате. Ее выдают с задержкой три месяца. Когда до меня приходят люди и говорят, Ольга Миколаевна, вот 1 вересня, а мы еще в червяне не получили зарплату, я им говорю, в ДВС, в ДВС, в ДВС, ждите, ждите, ждите. Звычайно, заспокоимся, ну, как-то людям просим, чтобы работали, чтобы не оставили подприемство, потому что все темчасово. Проблемы начались с того, что компания задолжала нафтогазу за поставленное тепло 149 миллионов гривен. Из-за этого суд арестовал ее счета. Предприятие могло бы их вернуть, если бы с ним рассчиталось государство и погасило разницу в тарифах. Но механизм этот до сих пор так и не разработан. Государство тоже нам задолжало со своей стороны по разнице в тарифах. Для того, чтобы выйти с этого положения, на государственном уровне был принят закон Украины номер 1730 про стабилизацию финансового положения самих теплооснаживающих организаций, где предусматривалось в первую очередь проведение расчетов по разнице в тарифах как для населения и бюджетных установок. На сегодняшний день такая задолженность уже существует. 120 миллионов нам нужно. Из-за ареста счетов предприятие не может закупить новую технику и расходные материалы. Изношенные трубы постоянно лопаются, но ремонтировать их не за что. В мэрии о проблеме знают. Уверяют, пытаются помочь. И сегодня процесс переговорный тревает. Это относится отримания номинаций и лимитов. Практично 90% кошти, которые надходят на разрахунковые рахунки, уходят на погашение боргов минулых периодов и поточных боргов в том числе. За комментарием мы обратились и в Нафтогаз. Ответ получили письменные договоры. На поставку газа заключены, но из-за того, что Кировоград тепло не рассчитывается за топливо, Нафтогаз не имеет законной возможности предоставлять его поставщику тепла. Елена Зурина, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер. Кропивницкий. Без права на проезд одно из сел в Черновицкой области оказалось фактически отрезанным от остальной Украины. Из-за разбитой дороги туда прекратил рейсы единственный пассажирский перевозчик. Даже для экстренных служб доехать в село проблема. Есть ли надежда, что ситуация улучшится, выяснили наши корреспонденты. В ангаре Светланы Клым тонны пекинской капусты. Вот уже десятки лет женщина зарабатывает выращиванием овощей. Говорит, в этом году урожай рекордный. Вот только продать его проблема. Покупателей даже низкой ценой не заманишь. Вот подивиться, ей 2200 ящики. Вот куда ее? Вот что знаю, зарабатывать? Куда я ей мужу везти? Никуда. Еще недавно за овощами из Перебыковцев выстраивались очереди. Оптовики съезжались со всей страны. Теперь желающих почти нет. А все из-за ужасного состояния дорог. От асфальта остались лишь небольшие латки. Водители жалуются, и за ям то и дело теряют запчасти от автомобилей. Сейчас, не дай бог, где заехал, какую-то яму, все, на станцию нужно ехать, это по-любому. Сюда редко наведываются скорая помощь и пожарные, а с прошлой недели не едут и автобусы. Единственный перевозчик отменил рейсы. Теперь, чтобы добраться в райцентр, приходится проходить настоящий квест. У меня есть двое студентов. Для меня это очень большая проблема. Каждый выходных мне нужно, если не детей привезти, отвезти, то сумку им кем-то передать. Для того, чтобы отправить, мне нужно с полдня сесть на телефон, обтелефоновать всех знакомых, друзей. Если есть свободное место, берут детей, нет свободного места, дальше шукаем. Единственная возможность объехать злосчастную трассу воспользоваться грузовым паромом через Днестр. Но и тот работает с перебоями, а с наступлением зимы и вовсе закроется. Держава поставила нас на колено. И нашего веха нет. Кого только не просили селяне подлатать дорогу, но во всех инстанциях только раздают обещания. Мы не имеем даже права на эту дорогу. Мы по селу свои дороги работаем, коммунальные дороги, а тут дорога обл.автодору. Гроши вроде бы выделены были где-то в лету, но обл.автодор там тендер. Не может провести тендер. У обл.автодора информация совершенно иная. 9 миллионов гривен, необходимых для ремонта дороги в Перебыковцах, у них нет. Ситуация, похоже, тупиковая. Так что с приходом настоящей зимы и снегопадов Перебыковцы могут остаться совсем отрезанными от мира. Ольга Теребинская, Ольга Паламарюк, Игорь Игорь, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Буквально час назад в Киеве произошла смертельная авария. Столкнулись с Маздой и Митсубиси. Пассажир последний погиб. Виновником ДТБ стал водитель Мазды. Он выехал на встречную полосу. Это якобы один из руководителей МРЭО Владимир Найда, который был пьян. Как утверждают пользователи соцсетей, за ним была погоня и во время задержания Найда оказал сопротивление. Пострадала в ДТБ и еще одна машина. Ее владелец рассказал, после удара Митсубиси задело его авто, а на место происшествия прибыли люди, которые пытаются помочь чиновнику избежать наказания. Уже 407 человек погибли в результате землетрясения на Ближнем Востоке. Такие последние данные сообщает агентство Associated Press. Подземные толчки магнитудой более 7 ощутили сразу две страны Ирак и Иран. В одной из иранских провинций объявлен трехдневный траур. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Пропавших без вести исчисляют десятками. Миллиарды раздора. Брюссель устал от бесконечных переговоров с Лондоном и дал две недели на раздумья. Если Британия откажется заплатить за развод, в ЕС будут считать, что переговоры провалены. Чем это грозит и во сколько оценили расставание, расскажет Светлана Чернецкая о нашем субкор в Лондоне. Как минимум 60 миллиардов евро в такую сумму Брюссель оценил уход Лондона из семьи. У Британии были финансовые обязательства перед Евросоюзом на долгие годы. И понятно, что ни одна из оставшихся 27 стран ЕС не собирается покрывать долги страны, решившие покинуть Союз. Лондон не готов выплачивать такую огромную сумму, но его прижали к стене. Из Брюсселя прозвучал ультиматум две недели на то, чтобы принять цену, иначе переговоры остановят. Я еще раз повторю, все сводится к одному согласованию цены точно так же, как при любом разрыве. И это обязательные условия для достижения дальнейшего прогресса в переговорах. А пока нет решения ни по одному из ключевых вопросов, кроме денег, это права граждан стран ЕС и граница между Ирландией и Северной Ирландией. Президент Европарламента Антонио Таяни уверяет, проблема не в Брюсселе, а в Лондоне, точнее, в британской политической междоусобице. Против премьера плетется заговор с целью отставки. Правительство со скандалом лишилось двух министров за две недели. А Тереза Мэй пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Несмотря на тупиковую ситуацию в Брюсселе, она назвала официальную дату выхода Великобритании из ЕС. Это 29 марта 2019 года. Ну а сегодня премьер приняла в своей резиденции довольно непростых гостей. Это ведущие бизнесмены Европы. Они требуют ясности в вопросе Брексита. Многие компании уже разработали кризисные планы по переводу бизнеса из Британии в случае провала переговоров между Лондоном и Брюсселем. Бизнесу нужна стабильность. То, чего сейчас Соединенному Королевству явно не хватает. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. У лидера партии за життя одиозного нартепа Вадима Рабиновича обнаружили израильское гражданство. Об этом написал известный блогер Василий Кручак и опубликовал документы. Напомню, двойное гражданство в Украине запрещено, что дает Рабиновичу израильский паспорт в нашем материале. Народный депутат Украины Вадим Рабинович является гражданином государства Израиль. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил блогер Василий Кручак. Он опубликовал в сети копию документа Министерства внутренних дел Израиля, выписку из реестра регистрации населения. Из него абсолютно четко следует. Рабинович зарегистрировался там еще в ноябре 1994 года. Вот правда, вместо имени по украинскому паспорту Вадим указал иное Давид. Главный документ содержит номер его идентификационного кода, который может получить только гражданин Израиля, пишет блогер. По данным Василия Кручака, Рабинович репатриировался в Израиль в 1994 вместе с супругой Мариной Ландберг-Рабинович. Там они, как репатрианты всей своей семьей автоматически получили гражданство. А наличие у Вадима Рабиновича израильского паспорта уже не раз писали журналисты. Сам же нардеп упорно отмалчивается. По данным СМИ в 1999 году бизнесмену Рабиновичу на тот момент дважды судимому СБУ запретило въезд в Украину на 5 лет. По одной из весомых причин запрет был связан с расследованием немецких журналистов из издания Шпигель, заявивших о причастности Рабиновича к аферам с советским оружием, оставшимся после развала ГДР. Однако его покровителям удалось снять запрет и он продолжил Киев, оставив в итоге клуб с долгом почти в 400 миллионов гривен. Известен он и несколькими неудачными политическими проектами. Бизнесом в Израиле по его же признанию он не смог заняться. Там не то, что аферистам, премьерам и топ-политикам дают по рукам за нарушение закона. Тут в Украине Рабиновичу вольготно. Пока под Нацбанком проходили фейковые митинги, на которых Рабинович по подсчетам журналистов заработал не менее 75 миллионов гривен, сам он паковал вещи и отправился на отдых в Израиль. На элитный курорт Герцлия на Средиземном море. Там в шикарном отеле он пробыл как минимум три недели, как раз пока Верховная Рада обсуждала статус Донбасса и пенсионную реформу. Наличие израильского паспорта сулит украинскому нардепу-защитнику пенсионеров и вкладчиков немалые бонусы. В 2020-м по местным законам он сможет оформить пенсию и получить разовую материальную помощь 150 тысяч долларов. Ежемесячно Рабинович с супругой также будет получать как минимум еще по 600 долларов от государства и сможет претендовать также на социальную надбавку в 1000 долларов. С двух государств по нитке и нардепу-вышиванка. Гражданство Израиля вообще оно полагается только людям, которые имеют на это права, а именно евреи, дети евреев или внуки евреев. То есть это те люди, которые автоматически имеют право на получение гражданства, если они докажут свое право. То есть у них есть метрика, подтверждающая, что их родственники были евреями. То есть это люди, которые сразу же получают гражданство, если как только доказывают то, что они евреи. Интересно, сколько времени теперь понадобится украинским правоохранительным органам, чтобы лишить скандального депутата украинского паспорта, как это произошло, к примеру, с нардепом Артеменко. А заодно и депутатство. По нашим законам двойное гражданство абсолютно четко запрещено. И мы обязательно проверим, получили ли СБУ и МВД информацию, опубликованную блогером, и как долго они с ней будут возиться. Включение Рабиновича в список оппозиционного блока на парламентских выборах в 2014 году было ошибкой. Об этом комментирует двойное гражданство политика, заявил нардепут этой политсилы Николай Скорик. По его словам, Рабинович использовал Украину, цитирую, как трамплин для обеспечения себе с этой пенсии в другом государстве. Двойное гражданство это преступление перед украинским народом, уверяет Скорик. И заявляет, Рабинович предал избирателей и страну. В партии требуют от компетентных органов провести тщательное расследование факта в наличии израильского паспорта у Рабиновича. Не платить, а получать деньги в магазинах вскоре смогут немецкие безработные. Германия реформирует систему получения социальных пособий. Что это за нововведение и как оно будет работать, выясняла Татьяна Лагунова. За пособием по безработице в магазин в Германии решили упростить и модернизировать систему социальных выплат. Вскоре безработные смогут получать помощь от государства в кассах торговых точек. Нововведение придумали для тех, у кого нет счета в банке. Сейчас, чтобы получить деньги, им приходится выстаивать очереди к кассовым аппаратам в отделениях Федерального агентства по труду. Представители ведомства решили облегчить процедуру и выдавать наличность там, где люди часто бывают. В программе примут участие более 8 тысяч торговых точек по всей Германии. В основном продовольственные супермаркеты и магазины бытовой химии. Чтобы получить деньги, достаточно будет предъявить на кассе карточку со штрих-кодом. Таким образом, безработные экономят время, а государство деньги. Обслуживание кассовых аппаратов в филиалах Федерального агентства по труду обходится бюджету в 3 миллиона евро в год. Их решено демонтировать. Систему получения пособий в кассах торговых точек начнут внедрять сразу после Нового года. А к концу 2018-го планируют полностью завершить ее реализацию. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу. За развитием событий следите на нашем сайте подробностей Юэй. И желаю вам хорошего вечера. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин